Под угрозой взрыва сегодня утром в школу номер 10 поступило сообщение о заложенной бомбе. Детей и взрослых эвакуировали. Из здания вывели несколько сотен человек. На месте происшествия работали экстренные службы города и наша съемочная группа. Вместо школьных занятий прогулка на свежем воздухе. Это утро для учеников 10-й школы выдалось неспокойным. Первый урок закончился, так и не начавшись. Над учреждением нависла угроза взрыва. В здании находились сотни человек. 691 учащиеся школы, вместе сотрудники образовательного учреждения, работники столовой, техперсонал. Еще 62. Это не учение? Это не учение. В учреждение позвонил неизвестный. Он сообщил, что здание заминировано. По словам очевидцев, все произошло в 8.00. В школе прозвучал длинный звонок, началась эвакуация. Персонал действовал по инструкции. По длинному звонку мы должны вывезти детей из класса, выключить компьютеры, взять свои журналы и закрыть класс, прикрыть класс и вывезти детей через те двери, которые нам положено. И ждать, выйти на поле и ждать указаний, когда можно вернуться в школу. На место происшествия тут же прибыли представители администрации, полицейские, медики, спасатели. Территорию школы оцепили. В 8.00 на пульт ЦППС поступило сообщение о взрывном устройстве в школе номер 10. Подразделения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона отреагировали по рангу номер 2. На место прибыло оперативно 8 единиц техники и 31 человек личного состава. Тревога оказалась сложной. Во время обыска помещения подозрительные предметы не найдены. Учебный процесс возобновили и дети сели за парты. Мужчину, который якобы заминировал школу, задержали. Предположительно, звонок совершил разгневанный отец одного из учеников. После того, как его ребенка не допустили к экзаменам из-за плохой успеваемости. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Ольга Сухоплюева, Вадим Бутаков, информационная служба, Медиагруппы Знак.